для узора я набираю на спицы любым способом число петель кратное 3 у меня 24 петли сейчас на спице так первый ряд кромочную снимаю дальше вяжу 1 лицевая дальше делаю накид и дальше вяжу 3 лицевых 1 2 3 дальше перебрасываю эти 3 лицевых с правой спицы налево 1 2 3 вставляю правую спицу в третью петлю из этих трех и накидываю ее на 2 предыдущих петли вот так возвращаю эти две петли на правую спицу 1 2 дальше повторяю снова накид 3 лицевых это и будет раппорт этого узора 3 лицевых снова возвращают 3 лицевых на левую спицу и накидываю 3 из этих петель на первые 2 вот так и возвращаю первые две петли на правую спицу 1 2 продолжаю так до конца ряда накид 3 лицевых 3 накидываю на 2 и так вяжу до конца ряда заканчивается этот ряд накид 3 лицевых 1 2 3 перевожу 3 лицевых на левую спицу для того чтобы накинуть третью петлю на первые две вот так и возвращаю петли на правую спицу ну и затем кромочную кромочную я всегда вяжу просто лицевой 1 ряд на этом готов разворачиваю вязание и перехожу к вязанию 2 ряда 2 ряд будет очень простой все четные ряды вяжутся одинаково это просто изнаночные петли кромочную снимаю дальше вяжу все петли изнаночные заметьте я вяжу изнаночные классическим способом не бабушкиным ну и соответственно рассказываю как вязать лицевые исходя из того как я провязала изнаночные вяжу все изнаночные до конца ряда кромочную я всегда вяжу лицевой здесь я рекомендую еще пересчитать петли и убедиться в том что число петель у вас не изменилось у меня было 24 в первом ряду я провязала все петли и также у меня осталось 24 петли третий ряд фактически он будет очень похож на первый но немножко в другом порядке снова кромочную снимаю перевожу ее на правую спицу и дальше я сразу начинаю этот узор этот ряд с раппорта итак 3 лицевых 1 2 3 возвращаю петли на левую спицу и накидываю третью петлю на первые две вот так и теперь возвращаю эти две петли на правую спицу 1 2 и дальше делаю накид и повторяю это все до конца ряда опять 3 лицевых то есть в этом ряду раппорт будет такой 3 лицевых возвращаю их на левую спицу накидываю третью на первые 2 и накид и повторяю это все до конца ряда 3 лицевых третью накидываю и и затем накид итак последний раппорт в этом ряду снова 3 лицевых 1 2 3 возвращаю их на левую спицу и накидываю третью петлю на первые 2 возвращаю их теперь на правую спицу дальше делаю накид и заканчивает этот ряд лицевая и кромочная третий ряд на этом готов перехожу к вязанию четвертого ряда и четвертый ряд будет аналогичен второму ряду просто все петли изнаночные здесь опять таки я рекомендую пересчитать петли чтобы убедиться в том чтобы число петель не изменилось вяжу все изнаночные до конца первую кромочную снимаю последнюю кромочную я всегда провязываю лицевой несколько рядов этим узором я провязала и посмотрите какая ажурная красота получилась у меня такие дырчатые соты таким узором можно связать какой-нибудь шарф можно связать кофточку можно взять пушистую пряжу и связать таким узором какой-нибудь легкий свитерок абсолютно невесомый но при этом я думаю будет очень теплым если вам понравилось это видео то не забудьте свои лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик спасибо за внимание пока пока